Деснагорск Талант – ценный дар. Для успешного развития творческих способностей ребенка важно развивать его потенциал с ранних лет. Именно этой цели посвящен городской фестиваль-конкурс «Зажги свою звезду». Конкурсная программа прошла 14 мая в Центре культуры и молодежной политики. На суд зрители и жюри представили свои творческие художественные номера «Дети от 3 до 7 лет». Многие из участников конкурса выйдут на сцену впервые. Все участники готовились и с волнением ждут выхода на сцену. Именно сегодня каждый из них сожжет свою звезду. Фестиваль прошел при поддержке администрации города и профсоюзной организации Смоленской атомной электростанции. Среди жюри конкурса – заслуженные хореографы и руководители творческих коллективов, а также представители администрации и местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Дети, которые принимают участие в этом конкурсе, самые талантливые. Это еще раз доказывает. Молодцы ребята. Вы сегодня были самые лучшие, самые обаятельные и самые яркие. Для юных дарований это праздник творчества и стимул к новым свершениям. Малыши соревновались в хореографическом, вокальном и театральном творчестве. В особой номинации «Мы вместе» свои таланты продемонстрировали дети с ограниченными возможностями. Ну что, сказала мама, пусть. Он позовет немножко. В глазах его такая грудь. Найдется хлеба, корошка. Прошедший фестиваль – любимое для жителей города событие. Выступление юных артистов вызвало бурю эмоций не только у зрителей, но и у самих участников. Мне очень понравилось выступать на сцене. Здесь шикарная атмосфера, очень круто и здесь уютно. Каждая творческая категория предусматривала три призовых места, но памятный диплом и подарок получил каждый участник фестиваля. Гран-призом, призом зрительских симпатий и наградой от жюри были отмечены самые яркие участники и коллективы. Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Май – пора выпускных не только для школ, но и для других образовательных учреждений. 15 мая в выставочном зале Десногорского историко-краеведческого музея состоялось торжественное открытие традиционной выставки выпускников Десногорской художественной школы. На экспозицию выставлены картины 11 юных мастеров кисти и холста. За годы учебы дети экспериментировали с различными техниками, испытывали свои способности в разных жанрах. Как итог в стенах музея – разнообразие работ, выполненных постелью, акварелью, карандашом и углем. На выставку были выбраны лучшие картины детей за все годы их обучения, но это лишь небольшая часть их творений. За кропотливую работу на протяжении пяти лет учебы выпускники получили благодарственные письма. Но самым приятным для начинающего художника является интерес и восхищение зрителей. Конечно, очень приятно. Это знак того, что мои труды не прошли зря. Я чувствую огромную гордость за то, что мои работы вывешены здесь, мои лучшие работы. И родители, и друзья пришли на них посмотреть, и мне очень приятно. Одновременно с художественными работами в выставочном зале проходит еще одна оригинальная выставка под названием «Эпоха». Она проводится в рамках международной акции «Ночь в музее». Экспонатами для нее являются изделия из советского стекла. В Советском Союзе было более 10 тысяч заводов, которые изготавливали такие удивительные вещи. Это не только посуда, это статуэтки, такие удивительные лебеди, цветы, которые в нас украшали советские квартиры. Предметы столовой посуды и сувениры из хрусталя были собраны с помощью жителей города и составили основу удивительной коллекции музейного фонда. Обе выставки продлятся до 4 июня. Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ На сегодня выпуск завершен. С вами был Виталий Волков. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok